Ну что, харизматики, продолжаем? Дадим жару? Новые три пункта, которые выявили ученые Лозаннского университета, которые относятся к качествам харизмы, судя по опросам. До этого я записал еще шесть пунктов, это были два прошлых видео, ссылка на них есть в описании, а также здесь в подсказках сейчас появляется. Но помимо харизмы еще нужно развивать и другие качества, и я рекомендую канал по саморазвитию Думай как сканер. Сканер это человек с множеством увлечений, он постоянно учится новому, развивается и живет насыщенной жизнью. Ведущий канала сам сканер с очень интересной историей, он уверен, что за сканерами будущее. Почему? Смотрите на канале Думай как сканер, ссылка в описании под видео, всем рекомендую. И мы продолжаем, следующие три качества харизмы. И те качества, о которых я сейчас скажу, скорее всего они относятся больше к психологии лидерства. Но лидер он же харизматик, согласитесь. И поэтому первым качеством я назову это выражайте всеобщее мнение. Допустим, есть какое-то такое мнение, ну среди сотрудников и так далее, которое неудобно огласить. Это неудобно сказать начальнику, ну приведу пример. Сергей Иванович, здравствуйте. Тут такое дело, мы как бы не говорили вам, но нас не очень не устраивает вот это. Или мы все вместе считаем, что наверное нужно начинать работать на час позже. Или наверное обед надо продлить. Или наверное увеличить зарплату в два раза. Естественно я сейчас утрирую, но пример, что человек, лидер берет на себя ответственность, выражает всеобщее мнение, которое другие опасаются выразить. И естественно спустя некоторое время люди его будут воспринимать как лидера, который является еще и харизматичным человеком. Почему? Потому что он уверен и он не боится разговаривать с серьезным человеком, который выше его по статусу и предъявить какое-то желание или требование. Но здесь очень важно не упасть в крайность и соблюдать чувство такта. С серьезными людьми можно общаться, можно с ними выстраивать диалог на равных, но вы тоже не забывайте, что есть элементарное уважение в общении, чувство такта и когда вы переходите границы. Про это не забывайте. И мы переходим ко второму пункту. Задавайте высокие цели. Маленькие цели никого не мотивируют. Но я сейчас сделаю одну поправочку. В своих видео я говорил об истинных целях и то, что они внутри и то, что они за рамками материального. Но я сейчас говорю больше о целях, когда вы ведете за собой людей или когда вам нужно заразить какой-то идеей всех. Каким бы вы там не были просветленным мудрецам начитаться Ошо, Кастанеду или цитировать Амар Хаяма, вы можете сколько угодно думать там о высоких материях, но большинство людей мотивируют какие-то простые вещи. Материальные, повышение зарплаты, дом, машина, отпуск и так далее. И апеллируя какими-то такими фактами можно действительно воздействовать на людей. Ну как людей выводят на митинги там, да, поднимут зарплату на сколько-то или наоборот не поднимут. Народ бунтует, его выводят на митинги. То есть для людей это важно, это неплохо, для людей это важно. Тони Роббинс, которого я часто ставлю пример как один из лучших коучей, мотиваторов, один из лучших ораторов, я считаю, ныне живущих на всей планете, он говорит, что всегда повышайте свои стандарты, да, то есть все время стремитесь к максимуму относительно себя. А второе, что он говорит, что масштаб человека определяет масштаб его целей. Приведу пример. Однажды ко мне обратился заказчик и я, он мне предложил по бартеру, чтобы он мне, для меня провел коучинг по моей деятельности. Я не буду говорить, какую сферу своей деятельности я взял. И мне начали проводить этот коучинг, мне, у меня начали определять миссию, мои истинные цели, что за этим стоит, какую ценность я несу этой деятельностью в мир, для чего ты это делаешь, что тебя мотивирует. И я начал раскрывать, что, допустим, я хочу сделать это вот в таком масштабе. Если это сделаю я, то на мой пример могут посмотреть другие люди и сделать так же. То есть мы можем так увеличиваться, масштабировать. Я могу повлиять вот на это, на это и на это. На что я слышу ответ, круто, слушай, а мы не знали, что у тебя такой масштаб. Вот вроде бы ты делаешь свою работу. Ну, делаешь, делаешь. И за дня в день какую-то стабильную монотонную работу, которая, ну, не сильно заметна, потому что это такая бытовуха. И вдруг оказывается, что на самом-то деле у тебя какие-то цели глобальные за рамками. Просто на это нужно действительно много времени. Вот пример, что вы интересны, когда у вас масштабные цели, которые не относятся к чему-то банальному и примитивному. Поэтому мыслите масштабно. Но масштабные цели не равно дорогие цели. Купить самолет это не масштабная цель. А вот повлиять на один миллиард человек, вот я на тренинге Тони Роббинса встретил одного человека. Он играет в теннис с Ричардом Брэнсоном и, ну, его ассистент по теннису. Еще несколько лет назад он был нищеброд, скажем так. Но потом с помощью тренингов, книг, саморазвития. Он вышел на определенный уровень. И вот у него цель. Я хочу повлиять положительно на один миллиард человек. Я им хочу дать пользу. Это глобальная цель. У него это миссия. И он с этой миссией идет дальше. Его приглашают уже на телешоу. Он выступает. Он это реализовывает. Людей это зажигает. Поэтому глобальные цели, настоящие, которые зажигают, они могут, конечно, лежать и в рамках материального. Ну, для кого-то это действительно важно. Но для настоящих лидеров это за рамками материального. Что-то еще глобальнее. И третий пункт. Обеспечивайте уверенность в достижении своих целей. Это самое сложное. Потому что у меня, допустим, есть недостаток. Мой внутренний пыл, мои внутренние амбиции очень легко погасить. Почему я часто записывал видео про чужое мнение? Потому что раньше весь мой пыл очень быстро гасили чужие мнения. То есть вот появилось настроение к чему-то, вдохновение. Кто-то вот на это негативом каким-то накапал. И ты такой сразу думаешь, ну да, действительно, он прав. Да, в этом есть такой недостаток. Да, он правильно меня предостерег. И ты уже начинаешь якобы смотреть адекватно на эту вещь. И ты якобы начинаешь себя убеждать, что на самом деле вот об этом я не думал. Он прав. Не так уж это и хорошо, как я себе представлял. И поэтому вера в свои цели это очень дорогого стоит. Очень дорогого. Но самое дорогое, когда эту веру вы еще можете передать другим людям. И здесь тяжело. Потому что ваша вера иногда может пошатнуться. Но вспомните множество голливудских фильмов про исторические бои какие-то. Там фильм Александр, 300 спартанцев. Или вспомните фильмы про спорт, когда тренер уже, наверное, и сам не верил. То есть уже вот он настолько не верил, что команда может победить, но вдруг команда что-то сама сделала, как-то приободрила, узнала какой-то факт из жизни тренера. Ну вот допустим, возьмем движение вверх, если мы возьмем фильм. Посмотрите, там тоже такой пример. Когда уже и у тренера начала теряться вера, но он все равно это не показывал. Он не показывал, что у него пропала вера, и он ее вселял другим. И это передалось. И в итоге воспрял дух у этой команды, и они победили. А это было на реальных событиях. Поэтому, когда вы можете передать это, и если даже у вас ваша вера пошатнулась, но вы можете другим этого не показывать, то это огромная сила, это огромная смелость, потому что вы за это еще и ответственность несете. Именно потому, что вы уверены в своей цели, вы заражаете другим, у вас вера пошатнулась, а надо же вести людей дальше. И есть много шансов, что вы придете к победе, придете к своим целям, но есть также шансы, что не сможете. Поэтому, опять же, нельзя впадать в крайности, смотря к чему вы это в своей жизни применяете. А я вам хотел передать три качества, которые считаются по опросам более чем тысячи человек качествами харизматичного человека. Если понравилось, ставим лайк, если не понравилось, делаем то же самое. Если вы смотрите это видео на тот момент, когда у меня уже вышла книга про харизму, то на нее ссылка будет под видео. Если книги нет, там будет просто регистрация в мою рассылку. Можете зарегистрироваться, если хотите. И оставляйте ваши комментарии. Как вам сегодняшний совет это, друзья? Всем пока и до новых встреч!